В конференции-зале гостиничного комплекса «Алекс» состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос организации медицинской помощи российским туристам в Абхазии в сезон 2016 года. В работе круглого стола принял участие министр здравоохранения Республики Абхазия Анзор Гов. С российской стороны присутствовали представители комитета Всероссийского союза страховщиков. Гостей поприветствовал замглавы администрации Гагарского района Тимур Асхишба. Он отметил, что у Республики Абхазия большие традиции, связанные с курортом. В последние годы среди российских туристов растет интерес к нашей стране. И потому необходимо решить вопросы взаимодействия медицинских учреждений Абхазии со страховыми компаниями России. Мы здесь прежде всего знакомимся. Мы хотели бы, чтобы вы знали, какие проблемы существуют у нас здесь в Абхазии. Понятно, сегодняшняя ситуация, связанная с туризмом в России, нам всем прекрасно ясно, что сегодня основные страны, которые посещали российские туристы, по политическим аспектам закрыты. Это нам понятно. И, конечно, мы понимаем, с чем связан сегодняшний активный интерес к Республике Абхазия. При этом, при всем хочу заметить, что туристы в Республику Абхазия приезжают уже давно. У нас огромные традиции, связанные с туризмом. Вам всем прекрасно известно то, что Абхазия, в том числе и ее города, такие как Гагра, Пицунда и Новый Афон, в недалеком прошлом имели статус курорта всесоюзного значения. Говоря о взаимодействии медицинских учреждений Абхазии со страховыми компаниями России, главврач Гагрской района Центральной больницы Вячеслав Аргон более подробно рассказал о тех проблемах, с которыми они сталкиваются во время оказания первичной медицинской помощи российским туристам и какие при этом несет расходы больница. Те средства, которые финансируют нам Минздрав, плюс бюджетные деньги, которые выделяют район, они выделяют для нашего населения. За прошлый год население, значит, в летний сезон Гагринского района увеличивается 20 раз. За только за 15-й год у нас прошло 6 862 человека, это граждан России. Они все получали, значит, бесплатное лечение. Хотя, я извиняюсь, что я так говорю, хотя наши жители, когда мы посылаем, значит, вот тяжелые, с первого позвоночника, когда тетраблики есть в Сочи, с первого дня они оплачивают никого, никакого больного, они нет. Все бесплатно. Но наш бюджет, он практически не вынесет. Поэтому, конечно, это страховые компании, которые заходят, если они нам будут помогать платить за своих отдыхающих, проблем нет. Но так мы просто эту службу не вытянем, пока у нас не будет средств для обследования. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия, Управление Гагрского района, а также заместитель председателя общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. На сегодняшнее время, можно сказать, какие-то шаги были предприняты, но практика показала, что закон о несчастных случаях, то есть страхования, не выполняет те объемы, которые мы хотели. Ну, конечно, с нашей стороны тоже есть проблемы, и эти проблемы решаются руководством Министерства здравоохранения из года в год, из социальных, то есть инвестиционных проектов, которые российской помощи были восстановлены, медучреждения. Это наша общая политика, это наше общее дело. Но на сегодняшнее время, то, что сейчас мы тему обсуждаем, я считаю, что здесь также должны были присутствовать операторы, туроператоры, которые непосредственно формируют турпродукт, к тем, которые обращаются. Здесь главврач правильно подчеркнул, что основная масса туристов – это люди, которые приезжают, размещаются в индивидуальных средствах размещения. Это жилые дома и квартиры, то есть можно сказать, если общий поток туристов на сегодняшнее время составляет порядка 600 тысяч, то можно смело сказать, 400 тысяч размещаются в индивидуальных средствах размещения. Механизмы надо вырабатывать для того, чтобы туристы, обращаясь в те иные медучреждения, чтобы могли получить ту помощь, которая необходима. Вступил в силу закон, который регулирует вопросы страхования уже выезжающих за рубеж. И с этого числа российский турист, выезжающий за рубеж, в принципе, предусмотрено то, что он обязан иметь поле страховое с покрытием 2 миллиона рублей. И если у него такого полиса нет, то все проблемы, которые возникают за рубежом у него с лечением, он покрывает сам. То есть государство, Россия с 26 декабря больше не будет покрывать лечение своих граждан за рубежом, вывозить самолетами МЧС, как это уже вошло в практику и так далее. То есть сейчас, если полиса нет, то, соответственно, и проблемы надо будет решать самому. Мы проводим, соответственно, информирование туристов, будем проводить его еще больше. Соответственно, будут, видимо, висеть какие-то счеты информационные на границе с Абхазией здесь в том числе. В ходе работы круглого стола было отмечено, что в Абхазии создана компания, которая является ассистентом российских страховых компаний. На ней возложено регулирование взаимодействия страховщиков с местными лечебными учреждениями. Представители Всероссийского союза страховщиков в своих выступлениях рассказали о деятельности всех страховых компаний России и подчеркнули, что они несут ответственность за тех людей, которым предоставляют страховку и готовы за оказание медицинских услуг в Абхазии вносить соответствующую оплату. Но при этом они считают необходимым пересмотреть все формы взаимодействия с абхазской стороной. Этот сезон действительно будет под большим вниманием, будет большее количество путешествующих. И для вас это будут дополнительные расходы. Конечно, это самое время, когда нужно этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. И наши клиенты, и наши туристы тоже находятся в таком требовательном состоянии, потому что это бывшие туристы вчерашней Турции или Египта. Они приедут сюда, они знают, что такое медицинское страхование. Они будут рассчитывать на определенный уровень. И мы, соответственно, к этому уже готовы многими годами ранее. С точки зрения ассистанции, с точки зрения этой схемы, абсолютно роман прав. Здесь законодательной базы с вашей стороны никакой не потребуется, потому что есть мировая практика и нет никакого смысла ее как-либо менять. Министр здравоохранения Республики Абхазия Анзор Гофф, обсуждая эту тему, отметил, что несмотря на возникающие трудности, медицинские учреждения Абхазии выполняют свои обязанности в полную силу. Туристы же, получившие первичную медицинскую помощь здесь, предпочитают последующее лечение проходить в медучреждениях России, так как там действует обязательный страховой полис. При этом первичную медицинскую помощь здесь, на территории Абхазии, они получают совершенно бесплатно. Расходы же за это несет абхазская сторона. Мы свои обещания все исполнили на все 100%. Все наши обещания. На все 100%. Как это нам удалось, это уже другой вопрос. Да, мы выстраиваем свои отношения с статистическим подъемом с Российской Федерацией. Разговора нет. То, что закон 28 декабря вошел, это, конечно, некоторые вопросы снимет нам. Но страховые компании, во-первых, вы знаете, вот вы говорите, что у нас нет опыта. У нас есть опыт. К нам поступали предложения, вот у меня вот, как полагалось, да, к нам поступило предложение от ассистенс компании российской. Официально они прислали нам письмо, мы на нее ответили, они на свои предложения сделали, мы ответили, вот я жду завтра их, они приведут сюда ко мне на переговоры. Одной компании, естественно, вполне не хватит для того, чтобы ходить сети. И вопрос касается не только поэтапности лечения. У нас есть головные учебные учреждения, которые подчиняются Минздраву Республики Абхазии. Это республиканская больница наша, детская республиканская больница, в Гудотах есть своя районная больница, у нас инфекционная больница. То есть это этапность. Первичная помощь оказывается в Гаграх. Мы максимально усилили в прошлом году с помощью Российской Федерации финансового инструктура, которую мы были выделены в комплексном плане. Полностью оснастили ее и прекрасным диагностическим образом, и лечебным. У них и лаборатории, и компьютерный томограф есть, и рентген есть, и УЗИ. Все у них есть. В Питсундах, в Гудотах тоже сейчас больница заканчивается уже. А вот головные лечебные учреждения, которые у нас присутствуют, то есть если ассистическая компания не будет работать с ними, то полноценной этапности у нас не будет. Потому что в лечебные учреждениях Российской Федерации они только поэкстренно поступают, а все остальное без направления, без 27-й формы, они их не принимают, без заключения главных специалистов. Участники «Круглого стола» говорили, что в Российской Федерации с февраля месяца вступил в силу законы, регулирующий вопросы страхования граждан, выезжающих за рубеж. Представители Комитета Всероссийского союза страховщиков и абхазских лечебных учреждений выразили надежду на то, что он во многом снимет проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи в Абхазии туристам из России, имеющей страховой полис.